Эй, всем привет, друзья! С вами снова я, Скрипер. В сегодняшнем видеоролике мы с вами посмотрим Майнкрафт 2.0 Заинтересован? Тогда лепи лайк И погнали! В общем, друзья, сегодня мы поиграем с вами не в совсем обычный Майнкрафт. Это такая игра, которую разработал один человек, сделав из Майнкрафта нечто более классное, шедевральное. Короче, это тоже самый Майнкрафт, но только с более крутой графикой, от которой ты просто охренеешь. Поэтому, 2000 лайков под этим видеороликом и я оставлю ссылочку на эту игру в описании, чтобы ты смог и сам поиграть, и удивить своим геймплеем друзей. Ну что же, друзья, а мы начинаем. Здесь у нас есть несколько кнопочек Start New Game, Continue Game и Ex-Game. Давайте нажмем Start New Game. Здесь мы можем выбрать скорость, давайте рандомную и нажимаем на кнопочку Start. После чего у нас начинается генерация мира. Как видите, сама менюшка этой игры отличается кардинально от меню игры Майнкрафт. Итак, сейчас у нас чернеет экран и что-то будет очень эпичное, друзья. Что-то невероятно эпичное. О, да. Первый раз, первый раз я спавнюсь вот здесь. Ребята, кто хочет летсплеев по этой игре, ставьте большой палец вверх. Серьезно. Охренеть. Первый раз, ребята, я зашел в эту игру. Первый раз. О, да. Как я всегда хотел вот нечто подобное увидеть, как, знаете, в каком-нибудь шутере или какой-нибудь игре с эпичной графикой, типа GTA 5. Вот такая же графика, по сути. Вы посмотрите, да, вот вся проработка, все шейдеры. Ну, ребят, у меня просто нет слов. Это шедеврально. Не, серьезно. На протяжении всего видеоролика я буду просто поражаться этой графике. Какая же она божественная. Я бы вечно смотрел вот на это. Графика графикой, а геймплей в этой игре все-таки есть. Хоть и очень примитивный. Так вот, как видите, у меня есть три предмета. То есть, всего лишь три предмета в этой игре доступны. Кстати, посмотрите на эту упоротую руку. Так вот, изначально нам дается деревянная кирка, деревянная лопата и деревянный топор. При помощи этих предметов мы с вами можем добывать имеющиеся в этой игре блоки. Пока что это только земля, только камень, который я вам впоследствии покажу, дерево и листва. Больше ничего. Ну и, конечно же, трава, но ее вроде как добыть нельзя. То есть, раз срубил, и все, и травы нет. Ну, как в обычном Майнкрафте, по сути. Так, хорошо. Давайте с чего начнем? Давайте сначала добудем дерево. Ну, как всегда, знаете, начинаешь выживать в Майнкрафте и добываешь дерево. Отдельно хочу заметить вот этот вот эффект, да? Получается, когда я добываю дерево, разлетается целая куча частичек, чего в обычном Майнкрафте, конечно же, нет. Это очень прискорбно. Хочу заметить, что в этой игре пока что не добавили крафт. Ну, как вы понимаете, демо-версия, там все дела. Здесь просто можно добывать дерево. Видите, когда я держу дерево в руках, почему-то нету моей, вот, обычной руки, да? И, кстати, когда я начинаю двигаться, вместе со мной двигается дерево. Это очень забавно выглядит. Так вот, ну, несмотря на этот недостаток, все равно выглядит это очень круто. Хорошо. Давайте срубим еще немножечко дерева, и, может быть, какой-нибудь дом попробуем забацать. Мне очень интересно, что из этого получится. Так, хорошо. Давайте поставим первый наш блок в этой игре, второй, третий, и, как видите, если даже я буду пытаться как-нибудь повернуть дерево, все равно оно будет, как бы, вверх смотреть. То есть, здесь не добавили еще такую возможность с поворотом блоков. Ну, я думаю, впоследствии все это дело добавят. Так вот, вот, нечто подобное у меня получается. Как видите, у нас еще даже нету шкалы еды, да? Тут только, как вы можете видеть, сердечки, то есть жизни. И, скорее всего, здесь практически невозможно получить урон. Ну, как тут, откуда тут падать, блин? Я даже не знаю. Хорошо, ребят, как вы можете видеть, здесь такой есть баг, то, что рука у меня проходит сквозь текстуры, но это не так уж и страшно. Что мы сделаем затем? После того, как мы сделали фундамент, давайте найдем что-нибудь поинтереснее. Например, камень, чтобы дальше продолжить постройку нашего дома. Как видите, да, действительно, здесь есть и камень. И, кстати, мне очень интересно, насколько блоков вниз можно опуститься до коренной породы. Вообще, есть ли она здесь или нет, сейчас мы это, конечно же, с вами узнаем. Как вы можете видеть, анимация разрушения других блоков, она, в принципе, похожа на то, когда мы разрушали дерево. Как видите, я достроился до самого нижнего блока, это коренная порода, выходит, здесь есть еще один блок, помимо всего прошлого. И давайте теперь попробуем наверх вернуться. Нет, знаете, как я сделаю? Может быть, я найду какую-нибудь руду, вот действительно, какой-нибудь уголек или еще что-нибудь, давайте немножечко с вами прокопаемся вперед. Вот, прикиньте, сейчас раз и алмазы нашел, такая вот пасхалка. Наверняка, разработчик еще какие-нибудь пасхалки в этой игре спрятал, да? И, кстати, по сути, карта здесь одна, то есть, вот лес, в который мы с вами сейчас вернемся. Я думаю, что в будущем разработчик будет добавлять новые какие-то карты. Хорошо, давайте будем с вами строить снейрах. Я сейчас зажимаю пробил и постоянно не прыгаю, то есть, чтобы подняться и ставить под себя блоки, нам нужно постоянно клацать на мышку и постоянно нажимать на пробил. Скажу вам, это не очень удобно. Ну, серьезно, вот одновременно нажимать и клацать. Короче говоря, тем самым я добрался до верха. У нас есть 15 блоков камня и из них мы сейчас с вами будем какую-нибудь хату строить. Ну, блин, реально, топ хата вот у нас получается. Короче говоря, сюда блок, еще парочку сюда, уже, уже дверь, некоторый вход у нас есть. Ребят, серьезно, если вы хотите летсплея в будущем по этой игре, то обязательно пишите об этом в комментариях. Я надеюсь, что автор продолжит разрабатывать эту игру, потому что задатки есть, серьезно, такая графика, ну, даже с шейдерами в Майнкрафте она не всегда достигается. И, ну, действительно, это просто фантастиш. Это просто офигеть. Так, хорошо, давайте еще вот сюда свернем и, по идее, наша хата готова, но только она у нас без крыши. Для крыши надо добыть еще несколько блоков. Ребят, напоминаю то, что 2000 лайков под этим видео и я, конечно же, выложу ссылочку на эту игру в описании, чтобы ты смог показать ее своим друзьям и, типа, знаете, всяким графодрочерам сказать, вот, ты говорил, что в Майнкрафте плохая графика и все такое. А ну-ка, посмотри сюда, а ну-ка, давай-ка сравняем ее, там, я не знаю, с GTA 5, но это, конечно, слишком равнять Майнкрафт с GTA 5, но все-таки графика очень классная. Так, давайте вверх поднимемся, сюда блоки будем ставить, как какую-то крышу все-таки попытаюсь во всяком случае соорудить. Конечно, я понимаю, это мега коробка, мега нубский домик, даже с землей, но, тем не менее, давайте вот этот блок срубим и поставим завершающий, так сказать, блок в нашей крыше. Отлично, друзья, я построил свой домик. Ну что же, друзья, на этом все. Надеюсь, что вам понравился данный видеоролик и ты обязательно поставишь ему большой палец вверх. С вами был я, Скрипер. Всем удачи, всем пока, ребят.